На Махачкалинском стадионе труда определились чемпионы СКФО по стрельбе из лука, сообщают в пресс-службе Минспорта Дагестана. Состязания стали последним этапом проекта развития лучного спорта в СКФО. Организатором турнира выступил спортивный патриотический клуб «Муртазек». Победителями в споре мужчин в своих разделах стали Абдул Муталиб Амарасхавов, Назир Алиев, Шамиль Набиев и Махмуд Бекмурзаев. Среди девушек в призовую тройку вошли Зарипат Магомедова, Патимат Курбан Алиева и Маддина Магомедова. Обладателем золотого приза стал Саид Гусель Магомедов. В Тляратинском районе прошло переменство Дагестана по дзюдо среди юношей по линии Министерства образования и науки. Шесть золотых медалей из 13 возможных завоевали хозяева. В списке победителей спортсмены из Касумкента, Хунзаха, Махачкалы, Хасавюрта, Кизылюртовского и Карабдахкенского районов. Дан Шугон продолжит. Проведение такого спортивного праздника одному из самых отдаленных горных уголков Дагестана удалось заполучить не случайно. Этот край с завидным постоянством прославляли и прославляют спортсмены и тренеры по различным видам спорта, выходцы и уроженств для Ратинского района. Об этом и не только. В своей приветственной речи на торжественном открытии не применули упомянуть организаторы соревнований и почетные гости. Где спорт, там есть и культура. Где есть культура, там есть развитие страны. Поэтому желаю всем успехов, удачи, чтобы победила дружба. Я желаю ребятам, участникам, чтобы вы в будущем достигли больших успехов, представляли нашу страну на Олимпиаде, на чемпионках мира и Европы. Обладатели 13 комплетов наград определили 250 спортсменов из 18 населенных пунктов. Среди участников боролись победители и призеры республиканских турниров. Так, в весовой категории до 46 килограммов. Вновь в шаге от покорения вершины перенства оказался кизилюртовец Магомед Саидов. Боролся с Хунзахским, с ним было самое важное тяжелое. И вторая схватка боролся с Хасаидовским, с ним было легко бороться. И первую схватку я боролся с Хасаидовским. Наибольшее количество шесть золотых медалей завоевали хозяева татами, представители команды Лератинского района. Среди победителей есть также спортсмены Касумкента, Хунзаха, Махачкалы, Хасаюрта, Кизилюртовского и Карабудахкенского районов. Это мероприятие мы приурочили и Министерство образования, и село, и Лератинский район, посвященную году гор. В принципе, потому что показать, что в горной зоне тоже могут развиваться, проходить такие соревнования. Я знаю, что расселили очень хорошо, дети накормлены. Это самое главное. Условия созданы. Медики здесь находятся, МВД сотрудники. То есть, во всяком случае, условия, что возможно, они создали. И, похоже, теперь отдаленный горный уголок Лератинского района станет не только местом проведения соревнований, но и местом проведения учебно-тренировочных сборов. Лератин находится в хорошем климатическом условии. Любые сборы, не то что дзюдо, вольная борьба, бокс, любые виды спорта мы можем принимать на достойном уровне. Я приглашаю всех в Лератинский район. По итогам турнира спортсмены, занявшие первое и второе места в своих весовых категориях, получили путевку на июньское перенство России. Дан Шугом Денис Авдеев, Рамазан Амар. Время новостей для Лератинский район. Дагестанец Расул Назиров уже в четвертый раз стал серебряным призером чемпионата России по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир прошел в городе Алексин Тульской области. Подопечный Константина Аванесова в финале уступил лишь чемпиону мира Сергею Подубному.